всем привет дорогие друзья из теплой солнечной жаркой лани я нахожусь нахожусь сейчас в районе оба вы спрашивали про район оба поэтому сейчас мы прогуляемся по улочкам я покажу вам что здесь есть интересного может быть дойдем до моря в общем оставайтесь смотрите пишите ваши комментарии и конечно же задавайте вопросы район оба это один из самых тихих но одновременно один из самых популярных районов алании летом здесь кипит жизнь очень много ресторанов магазинов отелей поэтому летом здесь шумно и многолюдно приезжают многочисленные туристы также приезжают те кто здесь купил квартиры в этом районе в основном живут скандинавы но также проживает много и русскоговорящих и англоговорящих на каждом углу здесь как я уже сказала есть магазинчики рестораны кафешки парикмахерские магазины с одеждой магазины с купальниками и очень-очень много ресторанов вот здесь вот по моему в четверг если я не ошибаюсь или во вторник точно не помню проходит рынок где продают фрукты овощи разные специи и по моему также здесь еще продают вещи но я в этом не уверена сейчас народу на улицах мало потому что очень жарко и все я думаю все кто приехал туристы сидят на пляжах на набережной на первой линии очень много отелей отели здесь не пятизвездочные а три-четыре звезды очень много апарт-отелей ну и конечно же отели все включено вот такие вот маленькие маркеты находятся практически на каждом углу где можно купить все необходимое и начали уже продавать надувные матрасы очки купальники и так далее это район очень красивый хорошо обустроен здесь есть и аптеки есть врач небольшая больница здесь есть магазины где вы можете приобрести и кожу и и шубы и очки в общем это такой достаточно компактный район видите даже можно кто интересовался можно взять велосипеды на прокат может быть узнаем сколько стоит прокат велосипедов сейчас я спрашиваю сколько стоит велосипеды на прокат в общем друзья я узнала прокат велосипедов в день стоит 30 лир а если брать велосипед на неделю то могут за день сделать 20 лир можно видите взять маленькие велосипеды детские машинки детские коляски и велосипеды на бензине я узнала по поводу мопедов электромопедов но к сожалению сейчас электромопеды не сдают прокат почему потому что теперь на все электромопеды чтобы водить электромопед нужно иметь права и на них должна быть должен быть номер то есть всем электромопеда должны быть зарегистрированы в полиции поэтому если у вас есть права на обычный мопед то вы спокойно можете водить электромопед но если у вас нет прав на мопед то электромопед вы Тоже водить не сможете Потому что водить их Без прав запрещено Вот мы вышли Уже на центральную Скажем так улицу Района Обы Ну и конечно же здесь Что у нас расположено Расположены многочисленные Рестораны Кафе Вот например один из них Где уже сидят скандинавы Рестораны кафе Многочисленные отели И магазины Которые еще не открылись Вот так вот выглядит центральная улица В Обе Район Обы не очень большой Достаточно маленький Компактный Но летом здесь Начинается настоящая движуха Потому что Со всех ресторанов И кафе Орет музыка Живая музыка Или не живая Вот видите До сих пор еще Ремонтируют отели Готовят К новым Посетителям К туристам Здесь делали Что-то интересненькое А Новый бар В прошлом году У них здесь этого не было Такое ощущение Как в пещере Дизайн под пещеру Кстати Пишите обязательно В комментариях В каком Районе Аланьи Если вы в этом году Приедете Вы будете отдыхать Также из этого района Очень легко Добраться до Центра Аланьи Вы просто выходите На набережную Где расположены Многочисленные Остановки И садитесь на автобус Один или сто один Который вас Ну буквально За 10-15 минут Довезет до центра города Вот вы видите Все моют Чистят Что-то Реставрируют Ремонтируют Ну и Конечно же Здесь расположено Много Сувенирных Лавок Можно купить И турецкое мыло Гранатовый соус Чаи Кальяны Наушники Многочисленные Сувениры Вот такие Вот классные Кстати тоже Напишите в комментариях Покупаете ли вы Сувениры И какие Когда ездите В отпуск Или в Турцию Мы например Всегда привозим Какие-то магнитики Даже Вот такой Традиционный Инструмент Музыкальный Можно приобрести Цены В разных Магазинах Разные И очень Я люблю Вот такие Медальончики Называются Они Глаз Фатимы Для защиты От сглаза Также Есть здесь Продукты Очень вкусные Чаи Яблочный Чай Например Я просто Обожаю Его Гранатовый Чай Яблочный Вот есть Например Чай С различными Вкусами Микс Яблочный Какой-то Черный Чай Также Турецкий Кофе Сарай Кахваси Осман Кахваси Есть Кофе Особенное С И Лукум Турецкий Лукум Вкусняцкий Очень Очень Вкусный Лукум Очень Много Кстати Появилось Новых Сувениров В этом Году Которых Я не Видела Раньше Вот Такие Слоники Семь Слоников Можно Купить Домой Можно Купить Семь Слоников Они Говорят Что Приносят Удачу Но Я не Знаю Кто Кто В это Верит Кто Занимается Фаншуем То Можно Приобрести Вот Такие Лампы Аладдина Классные Ну и Конечно же Очки Их мы Не будем Показать Потому что Они все Ненастоящие Ну и Какая-то Косметика Так Мы уже Вышли На Ближе К морю Я думаю Что сейчас Мы дойдем И до моря Все Улочки Вобе Вот такие Вот Однотипные С Припаркованными Мопедами Машинами С Магазинчиками И Ресторанами Видите Полтора Пятнадцать Евро Кстати Кожаная Обувь Пятнадцать Евро Шлепки Три Евро Кроссовки Какие-то Интересные А Вот Чтобы На пляже Кстати Ходить Да Если Вход В море Не очень Хороший Можно Надевать Вот такие Вот Кстати Такие Мне тоже Нужно Будет Прикупить Продаются Футболки Полотенца Сумки Мироба Наушники И много Сувениров Ну что Мы уже Вышли на Набережную Как я и Планировала Район Оба Достаточно Протяженный Километра Наверное Три Четыре Может быть Чуть меньше Может чуть больше Точно Я не знаю И Растянулся Он Вдоль Набережной Ой Смотрите А вот и Верблюд Если мы Сейчас Быстренько Его снимем Кстати На верблюдах Катались Вы или нет Пишите Вот уже Народ Катается Сколько Стоит Покататься На верблюде Два С половиной Евро Пять Евро И Десять Евро Ну что Мы вышли На пляж Смотрите Пляжи Еще здесь Готовят Вот Мы попали На очень Интересное Мероприятие Каким образом Чистят пляжи Смотрите Вот там Вдалеке Стоят Ребята Сейчас Мы к ним Пройдем Через сетку Они просеивают Песок Таким образом Очищая его От мусора Очень много Мусора Просто ужасно Это все Конечно Но вот Таким вот Таким вот Образом Они чистят Пляж От мусора Получаются Такие кочки Но потом Все это дело Видите Разравнивают И получается Чистый Чистый Красивый Пляж Давайте У них Сейчас Узнаем Много Мусора Или нет Народу Ой Народу Кстати Много На пляже Вот так Перекидывают Песок Народу 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 Чок Мучоп Ваш Чок Мушей Ваш Вот так вот Ребята Работают Очищают Пляж Очищают Пляж От мусора Такой Интересный Пейзаж Получается С этими Кочками Какой-то Такой Лунный Ну а Это видимо Какой-то Пляжный Бар Наверное Вот этот Пляжный Бар И Посмотрите Народ Купается Загорает Ближе Я не пойду Чтобы никого Не смущать А пляжи Очищают Вот там Вот уже Очистили Пляж Стоят Лежаки В общем Алания Готова К лету Очень жарко Стоять На солнце Просто Даже Очень жарко Я думаю Что завтра Айхан Вернется Из Малатии Айхан Уехал В Малатию По делам И завтра Мы пойдем На пляж Дамлаташ Что вы увидите В следующем Видео Мы пойдем На пляж И я рискну Искупаться В апреле Месяце Раньше Июня Я никогда Еще не купалась В общем Народ Отдыхает Загорает Классно Проводит Время И море Такое Спокойное Красивое В общем Здорово Приезжайте Кто еще не Купил путевки Обязательно приезжайте Ну вот этот пейзаж Просто Просто потрясающий Очень здорово Смотрятся Эти кочки Все Я ухожу С пляжа У меня нет Кепки Начинает Напекать Голову Поэтому я Больше Дольше Не могу Здесь находиться Но я думаю Что вы получили Представление О том Что происходит На пляжах Вобе Здесь такой Песок Не очень мелкий Не такой мелкий Как вне Клеопатри Но Достаточно Приятный И тем более Если пляж Чистый То Находиться Здесь тоже Одно удовольствие Поэтому Многие Скандинавы Выбирают Именно обу Для Отдыха И для Ой Какая-то Ящерица Для Приобретения Недвижимости Почему? Потому что Оба находятся Посередине Близко к центру Алани Близко к Махмутлару Здесь очень классная Набережная Вот на этой набережной Народ любит Кататься На велосипедах Гулять с детьми Здесь кое-где Также расположены Тренажеры На которых Можно позаниматься Или посидеть Тенечки на лавочке Или просто Утром бегают Занимаются спортом Ну и вечером Тоже Прогуливаются Даже шелковица Здесь растет Посмотрите Красная шелковица Я не знаю А Скоро она начнет Чернеть Шелковица Очень вкусная И кстати В Газипаше Есть целые сады Шелковицы Сочная Прям огромная Это какая-то мелкая Но в Газипаше Вот видите Она становится Вот такой вот Черненькой Очень-очень Вкусная ягода Поэтому Если вы увидите На рынке Обязательно 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 Покупайте Потому что Это просто Вкусняшка Вот так В Алане На улице Растет Шелковица Посмотрите Все дерево Усыпано Очень жарко На улице Но я опять в кофте Я все никак не могу Расчехлиться Но я чувствую Что Мне тоже нужно Расчехляться Почему я хожу в кофте Потому что Я всегда нахожусь В тенечке Или в офисе И очень редко Днем Выхожу на солнце Поэтому в теньке Прохладно И в офисе Прохладно А на солнце Конечно же В кофте Очень-очень Жарко Поэтому Либо надо Меньше выходить Либо Не знаю Расчехляться Если говорить честно Но это только Мое личное мнение Район Оба В принципе Ничем не Примечателен Но здесь Интересно Отдыхать Ну и Проживать А До центра Алании Добраться Тоже Очень просто Ну Я надеюсь Что Я ответила На ваши вопросы По поводу Обы И Вы увидели Что же происходит На пляже И как чистят пляжи Поэтому На сегодня Я с вами прощаюсь Ставьте пальчики вверх Подписывайтесь На мой канал Задавайте вопросы И Всем всего хорошего Ну а мне точно Пора расчехляться Потому что Очень-очень Жарко На солнце Наверное Градусов 30 точно есть Всем всего хорошего Пока-пока Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»